В Москве взрывают наземный транспорт. Такси, колейбусы, все подряд. Ветром он проверяет паспорт у всех, кто чорен и бородат. И это длится седьмые сутки. В глазах у мэра стоит тоска. Привези каждой забытой сумки водитель требует взрывника. О том, кто принял вину за взрывы, не знают точно, но много врут. Непостижимые его мотивы, непредсказуемые его маршрутка гнев господень. И потому-то Москву колотит такая дрожь. Уже давно возрела смута, но против промысла не попрешь. И чуть заклеет рассветный отблеск на синих окнах к шести утра. Юнец, нарочно ушедший в отпуск, встает с постели. Ему пора. Не обинуясь и не колеблясь, но свято веря в свою судьбу, Он бодро прыгает в тот аллейбус, который движется на трубу. И так он кружится в бульварах. Россия, Пушкин, Арбат, Пуды. Знаю, юнец обладает данным спасать путчиков от беды. Плевать, что вера его наивна, неважно, как там его зовут, он любит. Счастливо и взаимно. И потому его не взорвут. Его метро нет волна возмездия, хоть у брожертвы необъяснимо. Он это знает, и ездит, ездит. Храни любого, который рядом с ним. И вот он едет. Он едет мимо пятнистых сферов, где виск играющих малышей Ласкает уши пенсионеров и греет благостных алкашей. Он едет мимо лотков, киосков, собак, собачников, стариков. Смешно целующихся подростков, смешно серьезных выпускников. Он едет мимо родных идилей, где целый дворовый жилой уют. Для тех бульваров, где мы бродили. Не допуская, что нас убьют. И как бы там ни трудился Хронос, Грабя асфальт и грызя гранита, Глядишь, еще и теперь не тонут. Чужая молодость охранит. Едва рассвет окрывает стекла, И город высвекется опять. Во двор выходит старик, Нисколько уставший жить, как уставший ждать. Боец, изменник, солдат, предатель. Навлекший негда гнев творца, он ждет прощения. Но создатель не шлет за ним своего конца. За ним не явится никакая из караулищих нас смертей. Он суши выветренного камня и древней рукописи жертей. Он смотрит тупо и безучастно на вечно длящуюся игру. На то, что мучает его сейчас, на впервые будет служить добру. И вот он едет. Он едет мимо крикливых торгов и нищих драк за бесплатный суп. Он едет мимо больницы, моргов, гниющих свалок, торчащих труп, вдоль улиц, прячущих хищный норов в угоду юному лопуху. Он едет мимо сплошных заборов с колючей проволокой наверху. Он едет мимо голодных сборищ, берущих всякого в оборот, где каждый выклик равнопозоришь для тех, кто слушает и орет. Где, притворяясь чернорабочим, внимание требует наглость смерти. Он едет вдоль всего, чем согласным, резвую жизнь и смерть. Как ангел ада, он едет адом, аид спускающийся в аид, храня от гибели всех, кто рядом. Хоть каждый верит, что сам хранит. Вот так и я, примостившись между юнцом и старцем, в июне в шесть даю отчаянную надежду на то, что все это так и есть. Пока я им, сочиняя роли, не рухнет небо, не ахнет взрыв, и мир, подвластный творящей воли, не канет в бездну, пока я жив. Не грохот взрыва, не вой сирены, не глянут разом москут душа, покуда я промочу Катрены о двух личинах твоих душа. И вот я делаю.